Он как революционер, он себя мнит там революционером. Вот таким образом, так он выбрал вот этот метод такой борьбы с этой судейской системой. Валентина Танкова – мама самого эпатажного в Казахстане юриста Евгения Танкова. Того самого, который аккурат перед наурызом отшлепал одного из карагандинских судей мухобойкой. Юриста арестовали на два месяца по обвинению в насильственных действиях по отношению к суде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Я понимаю, что вот со стороны это выглядит круто. Борец там за справедливость и все. Я просто со своей точки зрения говорю, осуждаю, потому что нам в этой ситуации очень... В нашей стране победившего голова жопе, я говорю вам, улыбайтесь, господа, улыбайтесь, ибо торжество Нелепократии неизбежно, как смерть. Обличал чиновников Танков через жанр абсурда. Объявив себя великим магистром ордена сумасбродствующих Нелепократов, он как мог смеялся над системой. Абсолютно популярным юрист стал, когда на полном серьезе вызывал дух Департамента юстиции, который отказался регистрировать орден. Ипатажный юрист на славу позабавил карагандинцев. На одном из процессов Танков ходатайствовал вызвать в качестве свидетеля кардинала Ришелье и святого Севастьяна Карагандинского. Судья, не моргнув глазом, ходатайство удовлетворил. Это тот самый Казабикбийский районный суд номер 2 города Караганда, где и прошла акция Танкова с мухобойками. С минуты на минуту здесь начнется процесс над местным гражданским активистом Валентиной Мохотиной. Валентина Викторовна – экс-глава Оргкомитета запрещенной партии ОЛГА. Некая Кристина Захарова из Тимиртау подала на нее в суд за якобы использование ее фамилии в Фейсбуке среди подписантов под обращением на имя Министерства юстиции Франции с просьбой не выдавать Мухтара Облязова Казахстану. Мохотина уверяет, что это козни властей. Я считаю, что это, в общем-то, получили задания и продолжаются репрессии по отношению к нашим бывшим членам нашей партии. Я считаю, что это заказной суд. Символично, что суд над бывшим членом запрещенной в республике партии стартует 1 апреля. Но это отнюдь не розыгрыш. Обвинения вполне реальные. Сумма иска – 10 миллионов тенге. Это свыше 55 тысяч долларов. В эту сумму Захарова оценила использование своей фамилии и моральное страдание по этому поводу. Политический характер суда очевиден. Представитель исца Евгений Струков на полном серьезе заявляет Мохотиной, что она не имела права подписываться под таким обращением. Ну и что? Есть моя подпись. А вы что, судите здесь, считаете, что я должна выражать вам свое мнение? Я свое мнение выразила своей подписью. Тогда мы зададим другой вопрос. Более прямой по нашему иску. Кто вставил эти фамилии под этим письмом? Я понятия не имею. Я не являюсь автором и ничего не вставляла, и не размещала на своей странице, и не звонила, и не знаю Кристину Захарову. Своё письмо как вы расцениваете? Моё письмо я могу расценивать так, как я считаю нужным. Вот это Женина комната. Вот тут он обитает. Вот его литература, его эти атрибуты всяческих акций, мероприятий. Здесь вот, по-моему, прах этого Севастьяна Карагандинского, кажется, если не ошибаюсь. Вот целая серия разных мухобоек. Квартира Евгения Танкова довольно аскетична. Ничего лишнего, только книги и экстравагантная атрибутика. Каждая вещь использовалась здесь по назначению – осмеять чиновников. Валентина Францевна зачитывает письмо из следственного изолятора, в котором Евгений подробно описывает акцию отшлёпывалища судьи. Я приближаюсь. Алтенбеков стремительно сиреет. Я делаю ложный замах. Он пытается закрыться делом. Он уже на ногах и почти устремился к проходу. Я делаю трехлёстких ударов. Он ко мне срывает с шеи фотоаппарат и со всей силы шлёпает его об полу. Но Танков не только прикалывался, но и реально помогал карагандинцам. Анастасия Барышева благодарна юристу за то, что он помог выбить ей и ещё 100 семьям компенсации за ущерб здоровью детей. В 2004 году в результате некачественной сербской прививки в Караганде пострадало более ста младенцев. Многие чудом остались живы. Не знаю. Мне кажется, он такой справедливый, грамотный. Ну, мне так кажется. По поводу последнего инцидента что можете сказать? Я даже не знаю, как это. Может, чего-то хотел показать людям этим поступком. Ну, как сказать, чтобы все увидели что-то. Ну, какой-то подтекст был. Не просто так. Не от дурости, не от глупости. Местные активисты уверены. Ни о каком независимом расследовании дела Танкова не может быть и речи. Суд над ним будет показательным, чтобы другим неповадно было. Это будет однозначно предвзятое дело, потому что он всегда шёл против системы. И это был очередной шаг против системы. Родителям арестованного юриста с сыном встретиться не разрешают. Когда начнётся суд над Евгением Танковым, тоже неизвестно. Следственные органы не называют точной даты. Журналисты нашего видеопортала будут тщательно отслеживать это дело. Если сейчас юрист останется в одиночестве, то Нилипократия действительно восторжествует.